Первые 90 дней. Стратегия успеха для руководителей всех уровней. Автор Майкл Уоткинс. На новом месте приходится тяжело даже рядовым сотрудникам, что уж говорить о руководителях, для которых, как правило, не предусматривается даже стандартная программа адаптации. Майкл Уоткинс, преподаватель Гарвардской школы бизнеса, разработал методику, с помощью которой можно стать успешным менеджером всего за три месяца. Действия, которые вы предпримете в первые три месяца пребывания на новой должности, в значительной степени определят, добьетесь ли вы успеха или проиграете. Но в то же время, это период, когда вы наиболее уязвимы, у вас еще не сложились взаимоотношения с коллективом, отсутствует детальное понимание новой роли. Ваша цель состоит в том, чтобы как можно быстрее приблизиться к точке самоокупаемости. Моменту, когда польза, приносимая новым руководителем, становится соизмерима с пользой, которую он получает от компании. Как ускорить адаптацию себя как лидера? Руководители 210 компаний спросили, сколько времени требуется их менеджерам среднего звена, чтобы достичь точки самоокупаемости. В среднем оказалось чуть больше полугода. Представляете, сколько выиграла бы компания, если ее менеджеры достигали точки самоокупаемости хотя бы на месяц раньше? В процессе наблюдения за действиями новых лидеров и экспериментов с методами ускорения их адаптации были сформулированы пять основных тезисов. Тезис 1. Главной причиной провала в новой должности всегда является опасная взаимосвязь между конкретной ситуацией и личностью лидера. Неудачи возникают, когда руководители либо не до конца понимают требования, выдвигаемые новой ситуацией, либо им не хватает навыков и гибкости для адаптации к ней. Тезис 2. Существуют системные методы снижения вероятности провала и быстрого достижения точки самоокупаемости. Типы ситуации, будь то запуск нового проекта или выход из кризиса, имеют общие черты и предъявляют схожие требования. Кроме того, есть базовые принципы. Например, достижение результатов на ранних этапах, обеспечивающие успех руководителю любого уровня. Главная задача заключается в том, чтобы подобрать стратегию, соответствующую конкретной ситуации. Тезис 3. Главными целями лидера в адаптационный период является создание благоприятных циклов, способствующих установлению доверительных отношений и исключение неблагоприятных циклов, способных подорвать авторитет. Новому лидеру необходимо мобилизовать энергию сотрудников. Однако зачастую первые же его действия вызывают враждебность и стимулируют развитие защитной реакции. Тезис 4. Вступление в новую должность – важнейший этап формирования лидера. И этим процессом необходимо уметь управлять. Переходный период требует навыков диагностирования ситуации, способности к саморазвитию, адаптации, выдержки и выносливости. Лидеров необходимо готовить к ускорению адаптации. Тезис 5. Применение стандартной схемы ускорения процесса адаптации может принести компании большую пользу. Почему бы каждому, кто работает с новым руководством, не воспользоваться рекомендациями, чтобы правильно выстраивать взаимоотношения в изучении новой компании, достижению результатов на начальных этапах и созданию внутрифирменных коалиций? Главная задача руководителя заключается в выборе стратегии, соответствующей конкретной ситуации. Если вы находитесь в самом начале карьеры руководителя, вам предстоит многому научиться, но ваше преимущество в том, что вы не успели нахвататься плохих привычек. Вы можете начать все делать правильно с самого начала. Личное продвижение. Крайне важно психологически войти в новую роль и сосредоточиться на требованиях ситуации. Ошибочно считать, что вас ожидает успех в новой должности, если вы будете продолжать делать то же, что и раньше, но только в большем объеме. Это вполне логично. Меня назначили благодаря моим знаниям и достижениям, значит, именно этого от меня ожидают в дальнейшем. Но такой образ мышления деструктивен, потому что вы будете стремиться делать только то, что умеете делать хорошо, отвергая при этом все новое, и будете искренне полагать, что работая с большей самоотдачей, вы будете эффективным руководителем, причем верить в это до момента, когда все пойдет наперекосяк. Основные приемы, помогающие подготовиться к принятию новой должности. Проведите четкую границу между прошлым и настоящим. Делайте все, чтобы начать мыслить по-новому. Назначение на должность обычно происходит неожиданно. Крайне важно мысленно осуществить переход. Постарайтесь представить, что вас повысили, вы отпускаете все, что связано с прежней работой и приступаете к новой. Тщательно продумайте, в чем заключается различие между ними, как вы должны думать и что нужно делать по-новому. Сразу беритесь за дело. Период перехода для вас начинается с момента, когда вы узнаете, что для новой должности рассматривают вашу кандидатуру. Начните планировать, что вы рассчитываете завершить к тем или иным временным контрольным точкам. Первому дню, неделе, месяцу. Оцените свои слабые стороны. Компенсировать слабости можно самодисциплиной, формированием команды, способной подстраховать вас в том, что вы не любите делать и чему-то научить, и использованием советов и консультаций. Опасайтесь своих сильных сторон. В новой должности они способны привести к поражению. Проблема может состоять в том, что вы будете контролировать каждую мелочь в том, что знаете лучше всего, а навязчивый контроль никто не любит. Учитесь учиться. Примите необходимость учиться как должное, это поможет вам преодолеть ваши страхи. Эта необходимость напоминает о первых годах карьеры и может привести к возникновению чувства неуверенности. Пересмотрите сеть контактов. По мере развития карьеры возрастает важность совета. Личные советники помогают сохранять объективное восприятие ситуации и самообладание в период стресса. Поэтому находить таких людей лучше всего заблаговременно. Остерегайтесь людей, которые хотят вас притормозить. Оцените, кто из окружения опасается вашего перехода на новую должность и установите границы. В роли тормозов могут выступать начальники, которые не хотят с вами расставаться. В этом случае вам стоит детально обсудить, каким образом вы завершите текущие дела. Кроме того, может проявиться зависть в коллективе, особенно если вам приходится руководить бывшими коллегами. Крайне важно разметить новые границы и не допускать, чтобы кто-то ставил вашу компетентность под сомнение. Если кто-то так и не смирится с ситуацией, нужно найти способ как можно скорее убрать таких людей из компании. Продвижение – это действие, а не цель. Вам придется постоянно контролировать себя, чтобы убедиться, что вы действительно занимаетесь тем, что соответствует вашей новой должности. Как ускорить процесс обучения? Вам нужно как можно быстрее познакомиться с новой компанией, понять ее рынки, продукты, технологии, системы, структуры, корпоративную культуру и политику. Необходимо придерживаться определенной системы и сфокусировать внимание только на том, что важно узнать, и сделать это наиболее эффективно. Результативное познание уменьшит вашу уязвимость и поможет понять, какие потенциальные проблемы могут вывести вас из строя. Вооружившись с необходимыми знаниями, вы сможете раньше начать принимать правильные бизнес-решения. Неспособность учиться часто становится причиной поражения. В частности, это происходит в связи с отсутствием плана обучения. Немногие новые руководители тратят время на расстановку приоритетов в обучении. Цель эффективного обучения – выяснить, что вам нужно знать, и сконцентрировать свои усилия. Результативное обучение – это выбор лучших из доступных источников информации, выделение максимально полезной информации за минимально короткое время. Чтобы ваше обучение было результативным, имеет смысл разработать специальную программу. Процесс обучения в период адаптации цикличен. В начале ваша программа будет состоять в основном из вопросов, но затем вы начнете выдвигать свои гипотезы, детализировать их и проверять. Начните с первоначального списка направляющих вопросов – относительно прошлого, настоящего и будущего компаний. Затем определите приоритетные источники информации. В процессе обучения вы можете воспользоваться и так называемыми структурированными методами. К примеру, можно задать следующие вопросы нескольким людям. С какими самыми большими трудностями сталкивается или скоро столкнется компания? Почему возникают или могут возникнуть эти трудности? Какие из еще неиспользованных возможностей для роста являются самыми перспективными? Что требуется для того, чтобы начать использовать эти возможности? Если бы вы были на моем месте, на что обратили бы основное внимание? Такие вопросы позволят вам не только получить необходимую информацию, но и узнать, какие мнения превалируют, а какие противоречат друг другу. Помимо этого, вы больше узнаете о своих коллегах. Есть и другие методы структурированных исследований, такие как фокус-группы, анализ уже принятых важных решений, инспекции и пилотные проекты. Крайне важно изучить рабочую культуру в компании и оценить ее составляющие – символы, нормы и убеждения. Культура организации, в свою очередь, тоже состоит из трех культур – организационной, профессиональной и географической. Организационная культура проявляется в том, как люди относятся друг к другу, в ценностях, которые они разделяют, в процедурах, которым следует во время собраний, обмена информацией и т.д. Организационные культуры могут различаться от отрасли к отрасли. Профессиональная культура предполагает различную профессиональную подготовку, в результате чего мировоззрение финансового директора отличается от мировоззрения директора по маркетингу. Географическая культура предполагает, что в различных регионах или странах способы введения дел различны. К примеру, для американской культуры характерен индивидуализм, а для японской – коллективизм и т.д. Как выбрать стратегию, соответствующую ситуации? Не существует универсальных способов достижения успеха в новой должности. Вам необходимо проанализировать конкретную бизнес-ситуацию и определиться с предстоящими задачами и реальными возможностями. Бизнес-ситуации, с которыми приходится сталкиваться новым лидерам, делится на четыре типа – стартап, выход из кризиса, реорганизация, поддержание успеха. Выбор правильной стратегии предполагает тщательную диагностику конкретной бизнес-ситуации. Только так вы получите ясные представления не только о задачах, но и возможностях и доступных ресурсах. Чтобы определиться, что необходимо сделать в первые 90 дней, нужно ответить на три вопроса. Насколько обучение будет преобладать над действием? Для выхода из кризиса и стартапа преимущество отдается действию. Порой приходится решать задачи, не имея достаточного объема информации. В реорганизации и ситуации стабильного успеха обучение уделяется гораздо больше внимания, потому что вы имеете дело с сотрудниками, которые считаются успешными. У них может не быть стремления к переменам или к выполнению ваших указаний. Вы можете позволить себе прицелиться, а затем совершить точный первый выстрел. Что будет преобладать? Нападение или защита? Стартап – это безусловное наступление. Когда нужно начать что-то совершенно новое, защищать еще нечего. В ситуации выхода из кризиса наоборот, изначальная задача – хорошая оборона. В реорганизации необходимо держать оборону на уже существующих направлениях и организовать наступление основными силами на новых рынках. В ситуациях постоянного успеха главное – хорошая оборона на начальном этапе и переключение внимания на вывод компании на новый уровень. Что нужно сделать для достижения ранних побед? Для создания положительной репутации необходимо одержать победы на раннем этапе. В стартапе главной победой будет создание хорошей команды и начало основной деятельности. Вам предстоит решить, чего вы не будете делать, а затем нацелить на это неделание и компанию. В выходе из кризиса главным является построение хорошей команды, определение защитной оболочки бизнеса и отсекание всего ненужного. В реорганизации на начальном этапе большой победой часто является достижение всеобщего понимания необходимости перемен. Наконец, в ситуации стабильного успеха первой победой будет понимание того, что сделала компанию успешной. Первые победы Первые победы повышают авторитет, дают импульс движению вперед, создают всеобщее ощущение, что все идет хорошо. Уже в первые несколько недель вам нужно выявить возможности повышения собственного авторитета. А за 90 дней вы должны понять, в чем можете быть наиболее полезной компанией. Необходимо улучшить бизнес-показатели, скорее достичь точки самоокупаемости. Неосторожные новые лидеры рискуют попасть в одну из самых распространенных ловушек. Неумение сосредоточиться В адаптационный период необходимо выявить наиболее перспективное направление, сосредоточиться на нем и добиться победы. Неприятие конкретной бизнес-ситуации Определитесь с тактикой, это поможет быстрее набрать скорость. В зависимости от бизнес-ситуации, то, что входит в понятие победа на раннем этапе, будет существенно разниться. Неприспособленность к существующей культуре компании Убедитесь в том, что вы понимаете, что в новой организации считается победой, а что нет. Неспособность достичь результата, имеющего значение для высшего руководства Решение вопросов принципиальных для вашего босса поможет укрепить его доверие и обеспечит доступ к дополнительным ресурсам. Убеждение в том, что цель оправдывает средства Если вам удастся достичь победы при помощи средств и поведения, которое должно укорениться в новой компании, это будет двойная победа. Возможно, вам не придется формулировать первоочередные задачи, за вас это сделает начальник. Но если вы можете выстроить свою программу или считаете, что можете обсудить приоритетные задачи с боссом, вам могут оказаться весьма полезными следующие рекомендации. Первостепенные задачи должны являться естественным следствием основных проблем. Первостепенные задачи не должны быть слишком общими и слишком специфичными. Они должны формулировать четкое направление движения и в то же время быть достаточно гибкими, чтобы вносить необходимые изменения. Для реализации своих целей вам необходимо завоевать личный авторитет. Прежде всего, следует установить правильный контакт с коллективом. Подумайте, какие сообщения о себе вы хотите транслировать и какими способами. Ваш авторитет во многом зависит от того, сможете ли вы продемонстрировать следующие качества лидера. Требователен, но объективен. Вы должны заставлять людей давать реалистичные обязательства, а затем их выполнять. Ограничиваясь одной лишь критикой, вы лишаете их мотивации. Досягаем, но не фамильярен. К вам можно обращаться, но без фамильярности и с соблюдением субординации. Решителен, но осмотрителен. Вы берете на себя обязательства, но не принимаете скоропалительных решений. Целеустремлен, но гибок. Старайтесь рассматривать разные варианты проблемы. Не производите впечатление упертого. Активен, но не суетлив. Поймите, в чем состоит разница между укреплением своих позиций и подавлением инициативы других. Не дайте своим сотрудникам перегореть. Способен к жестким мерам, но гуманен. Даже в случае увольнения неподходящих людей, позволяйте им сохранять чувство собственного достоинства. Тогда ваши действия будут восприниматься справедливыми. Придайте своим действиям наглядность, чтобы стало ясно, чего от вас можно ожидать. Так вы дадите понять, какую модель поведения одобряете. Чтобы закрепить результат первых побед, помните о ваших стратегических целях. Определите несколько перспективных точек фокусировки вашего внимания и сконцентрируйтесь на самых перспективных из них. Запускайте пилотные проекты. Даже небольшие, но успешные, они способны привести ваши планы в движение, вдохновить коллектив и наглядно показать, как будут выглядеть новые нормы поведения. Выявите сотрудников, обладающих необходимыми знаниями и поддерживающих вашу программу и продвигайте их. Как общаться с боссом Важно как можно быстрее установить эффективные рабочие отношения с руководством, оправдать его ожидания. Необходимо тщательно спланировать важнейшие переговоры, посвященные ситуации в компании, ее перспективам, ресурсам, а также вашей карьере. Вы должны разработать 90-дневный план и добиться его одобрения руководством. Обратите внимание на основные принципы построения продуктивных взаимоотношений с новым боссом. Не очерняйте прошлое. Не критикуйте людей, работавших менеджерами до вас. Если вам нужно оценить их поведение, делайте это с позиции настоящего и будущего. Не оставайтесь в стороне. Если начальник не стремится общаться или ваше общение некомфортно, вы сами должны установить с ним контакт. В противном случае вы рискуете не узнать, что он от вас ожидает. Не удивляйте вашего босса. Приносить плохие новости неприятно, но еще более неприятным будет утаивание от него информации. Не обращайтесь к руководителю только с проблемами. У вас должен быть свой план действий. Не пытайтесь изменить своего начальника. Старайтесь адаптироваться к его стилю и индивидуальным особенностям. Возьмите на себя полную ответственность за установление отношений. Не ждите, что босс будет налаживать с вами контакт или предложит необходимую поддержку. С самого начала выясните ожидания босса. Лучше сразу объявить плохие новости и занизить нереальные ожидания. Обсуждайте временные рамки, отведенные на диагностику ситуации и планирование действий. Не позволяйте себе немедленно решать задачи, когда вы еще к этому не готовы. Нацельтесь на достижение первых результатов в областях, важных для вашего руководства. Заслужите хорошую оценку со стороны тех, чье мнение ваш босс уважает. Помните, что информация достигает ушей руководства разными каналами. Ваши отношения с руководством будут строиться посредством диалогов. Запланируйте обсуждение пяти важных тем, связанных с вашим вступлением в должность, и включите их в свой план работ на 90 дней. Диалог о бизнес-ситуации. Вам необходимо понять, как босс представляет себе бизнес-ситуацию, даже если его мнение отличается от вашего. Диалог об ожиданиях. Ваша задача – понять, обсудить и, возможно, попытаться изменить ожидания руководства. Диалог о стиле взаимодействия. Диалог о ресурсах. Что требуется для достижения успеха? Чем может помочь ваш босс? Диалог о личном развитии. Обсудите, как ваша работа связана с вашим личным развитием. В каких областях вам необходимы улучшения. Выравнивание. Чем выше вы поднимаетесь по ступенькам иерархической лестницы, тем чаще приходится выступать в роли своеобразного архитектора. Необходимо выяснить, является ли обоснованной стратегией вашего подразделения, оптимизировать его структуру в соответствии с общей стратегией компаний, развить соответствующие системы и компетенции, нацелив их на решение стратегических задач. В процессе проектирования организационной архитектуры вы должны выровнять пять ее элементов – стратегию, структуру, системы, компетенции и культуру. В течение первых 90 дней вам следует выявить возможные несоответствия элементов архитектуры, а затем составить план их корректировки. Распространенные ловушки, связанные со сложными проблемами выравнивания. Попытка реструктуризации, не затрагивающей основных проблем. Создание слишком сложных структур. Автоматизация проблемных процессов. Перемены ради перемен. Переоценка способностей вашей группы к восприятию стратегических перемен. Изменение структуры раньше окончательного определения стратегии вряд ли будет продуктивным. Формирование команды. Если команда достается вам по наследству от предыдущего руководителя, возможно, вам придется внести в ее состав изменения. В этот момент ваша способность выбирать сотрудников, отвечающих конкретным задачам, один из решающих факторов успеха в новой должности. В процессе создания команды вам нужно мыслить одновременно и системно, и стратегически. Установите свои критерии оценки подчиненных. Не забудьте проанализировать, в какой степени ваши критерии оценки зависят от ситуации, в которой вы находитесь. В качестве таких критериев вы можете взять компетентность, энергичность, целеустремленность, способность принимать решения и так далее. Для каждого критерия вы можете установить относительную важность, а затем определить пороговый критерий. Правила оценки подчиненных. Готовьтесь к каждой встрече. Изучите личное дело сотрудника, показатели его эффективности. Ознакомьтесь с его навыками. Задавайте зондирующие вопросы. Это позволит создать единую картину происходящего. Примеры вопросов. Что вы думаете о нашей существующей стратегии? Каковы самые важные из наших краткосрочных и долгосрочных задач? Если бы вы были на моем месте, на что обратили бы первостепенное внимание? Ищите вербальные и невербальные подсказки. Обращайте внимание на то, что вам не говорят. Предпочитает ли человек оправдываться или брать на себя ответственность? Соответствуют ли его выражения лица и жесты словам? После оценки способностей членов команды необходимо решить, как лучше всего поступить с каждым из них. Проведя необходимые перестановки, разработайте систему поощрений и систему управления принятием решений в группе. Установите новые командные процессы, если в этом есть необходимость. Вы будете знать, удалось ли вам сформировать успешную команду, когда достигнете точки самоокупаемости. Создание коалиций Успех будет зависеть от вашей способности оказывать влияние на людей, непосредственно вам не подчиняющихся. Для достижения поставленных целей необходимы альянсы внутренних и внешних сторонников. Вам следует сразу же определиться, чья поддержка необходима для успеха, и понять, как привлечь этих людей на свою сторону. Задумайтесь, как вы распределяли время на установление отношений до сих пор. Есть ли люди, с которыми вы еще не знакомы, и чья поддержка может оказаться критически важной для вашего успеха. Определите основные смежные участки между вашим и другими подразделениями. Выявите неформальные сети влияния и определите ключевых игроков. Составьте карту влияния, схему, помогающую понять суть взаимосвязей в компании. Отметьте с помощью стрелок кто, на кого и по каким вопросам может оказывать влияние. Толщина стрелок может свидетельствовать о силе влияния. Определите сторонников, оппонентов и сомневающихся. Укрепляйте и поощряйте поддержку сторонников. Проанализируйте аргументацию оппонентов и сомневающихся. Задумайтесь, можете ли вы привлечь кого-нибудь из них на свою сторону. Используйте инструменты убеждения для подчиненных. Покажите им, что выбор заключается не в том, чтобы сохранить статус-кво или что-то изменить, а в том, что они могут либо участвовать в формировании будущего, либо пассивно принять изменения, которые все равно произойдут. Побудите людей к действию, устанавливая для них сроки завершения отдельных заданий или проводя периодические собрания, посвященные анализу действий за некий период. Время от времени необходимо убеждаться, что вы держите своих союзников в курсе происходящего. Обращайте внимание на то, как они реагируют на меняющиеся условия. Вам необходимо подтверждать важность существующих взаимоотношений и использовать их для поддержки своих начинаний. Сохранение равновесия Процесс вступления в должность сопровождается стрессом. Вам придется поработать над собой, чтобы остаться способным принимать верные решения. В этот период всегда есть риск оказаться необъективным, замкнуться в себе. Без хороших советников и консультантов здесь не обойтись. Обратите внимание на следующие рекомендации. Не стоит мчаться во всех направлениях сразу. Вы не можете нацелить на что-то других, если сами не в состоянии сосредоточиться. Защищайте границы. Если не удастся обозначить четкие границы того, что вы будете, а что не будете делать, на вас будут взваливать все, что можно. Избегайте уязвимости. Неуверенность, свойственная людям в процессе адаптации, может перерасти в упрямство и незащищенность, особенно у новых лидеров с сильно развитой потребностью руководить. Вероятный результат – чрезмерная приверженность неверно выбранному курсу. Вы принимаете преждевременные решения, а потом не можете от них отступить, боясь, что это повредит вашей репутации. Чтобы быть эффективным, необходима связь с людьми, имеющими влияние в компании, и доступ к внутренним каналам информации. Изоляция ведет к принятию решений, основанных на недостаточной информации. Как только начинаете испытывать давление, ваша производительность повышается, по крайней мере в начале. Затем вы достигаете точки, в которой задача или нагрузка начинают отрицательно сказываться на производительности. Это порождает еще больший стресс, ухудшает производительность и формирует неблагоприятный цикл. Вам придется постоянно прилагать усилия, чтобы сохранить баланс. Повседневные действия во время адаптационного периода заложат основу всему, что за этим последует, не только для компаний, но и для вас. Содействуйте всем. Вы должны оказывать помощь всем в вашей компании, подчиненным, коллегам, руководству, когда при перемещении их на новые должности зайдет вопрос об ускорении процесса адаптации. Чем быстрее они освоятся с новой ролью, тем лучше будут результаты и вашей деятельности. Кроме того, компания, в которой налажен системный подход к процессу перехода на новые должности, обладает огромным внутренним потенциалом саморазвития. Установите универсальную модель перехода на новые должности. Для этого познакомьте всех с новым языком общения. Это даст возможность обсуждать важнейшие аспекты деятельности. Познакомьте команду с общими положениями ускорения адаптации. Затем подтолкните к определению главных задач и возможностей. После этого вы можете перейти к вопросам выравнивания элементов архитектуры, а также видения команды первостепенных задач и ранних побед. Растите высокопотенциальных лидеров и планируйте преемственность. Давайте подведем итоги. Главной причиной провала в новой должности всегда является опасная взаимосвязь между ситуацией с ее возможностями и ловушками и личностью лидера с ее сильными и слабыми сторонами. Существуют систематические методы, которые лидеры могут использовать и для того, чтобы уменьшить вероятность проигрыша, и для того, чтобы быстрее достичь точки самоокупаемости. Главной целью лидера во время адаптационного периода является создание благоприятных циклов, способствующих установлению доверительных отношений и желание избежать неблагоприятных циклов, способных подорвать авторитет. Вступление в новую должность – важнейший этап формирования лидерства, и этим процессом нужно уметь управлять. Применение стандартной схемы ускорения процесса адаптации в новой должности может принести компании большую пользу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова